Всем привет с канала Брим Тим и это новый ролик на канале посвященный оружейной тематике. Сегодня, как я и обещал в видеоролике про арбалет, мы поменяем тетиву на арбалете Мангпунг. Тетива это расходный материал любого метательного орудия, лук, арбалет, блочный, рекурсивный, не важно. Это расходный материал. Нашему арбалету 2 года и столько же тетиве, которая жила к нему в комплекте. И за 2 года, плюс еще неправильного использования, с ней произошло вот что. То есть, сейчас может быть даже больший фокус ловлю. То есть, она уже вся махрится, она не имеет той упругости, то есть, ее я уже могу зарядить вот так вот в ручную при большом желании. И это не есть хорошо. И поэтому, сейчас будем с вами ее снимать, попутно разговаривать и ставить новую тетиву. Сразу скажу, новая тетива, она вот. Я в комплекте с ушами, заказал ее на Пневма 24. Заказал, что-то, 190 рублей всего стоит. То есть, расходный материал, который не такой дорогой. Чтобы снять нам тетиву с арбалета, нам нужно ослабить плечи. Либо, мы лучше даже вот так сделаем. Чтобы плечи не перегружать, я сейчас возьму из волшебного ящика ножницы. Сделаю надрез. Опа. Все. Тетива у нас сошла. То есть, за два года даже замялась она вот здесь вот на местах. И им представляет из себя вот такие вот обрезки. Да, вижу уже, что тут и плечи произносились. Вот такие вот они тут. Так. Значит. Убираем эти несчастные обрезки. Снимем, наверное, даже старые уши. Разно много и в комплекте-то пришли. Если они только еще подойдут. Ух ты. Нет. Уши нам не подходят. Из-за того, что разные входные отверстия. Поэтому эти останки у нас для чего-нибудь, как про запас. А эти мы оставляем. Значит так. Оказывается, как он легко двигается без тетивы. Так вот ему. Я так. И пиу-пиу. Да. Поиграли все, хватит. Пришло время страданий. Натягиваем тетиву. Помню, когда мы с Кристиной его купили. Он был в разобранном виде. И это просто адские муки ее одевать. Сейчас так я уже снимаю 3 минуты 32 секунды. Видос, наверное, будет 10 минут. Если мне не получится ее сразу одеть. Цепляем на первое ухо. Еще окажется, что маленькая носка. Нет. Вот. Все. Прицепили. И видим. То есть, нам нужно зацеплять не вот так вот ее, а вот так вот. Ниже рычага, чтобы мы взводили. И видим, сколько нам не хватает. Плюс тетива не тянется по длине. И поэтому нам нужно сейчас максимально согнуть рабочее плечо арбалета. Наверное, даже придется ногами это как-либо делать. Сразу говорю, видеоролик я порежу. Вот эти вот, блядь, извиняюсь, вот эти вот муки адские. О, блядь, ой, господи. Она хоть точно такого размера. Ну да, да. Да, это точно такая же тетива. 5 минут 40 секунд. Я все еще не могу ее одеть. 5 минут 40 секунд. 7 минут 5 секунд. Я ее почти одел. Сейчас она у меня соскочила. Ай. 8 минут 40 секунд. Мы начали ее одевать в 3 минуты 30 секунд. 5 минут и я ее одел. Вот. Все новенькая упругая тетива. Эх, йо. Да, это она. Не буду сейчас взводить в холостую. То есть мы уже видим, что она натягивается. Просто не хочу взводить в холостую, чтобы спускать, чтобы она не билась об уши и не разбивалась. Ой, ребята, это очень тяжело. Арбалет это очень здорово. На замену это очень тяжело. Я сейчас сижу. Я понимаю, что я не могу согнуть одно плечо одной рукой. И второй рукой, которой я должен сгибать оба плеча, я должен как-то ее цепануть. Я понимаю, что мне не хватает третьей руки рядом. Либо своей, либо какого-либо человека. И я чисто плечи начинаю двумя ногами давить тут как-то. Плюс, одной рукой держу арбалет, другой рукой я кое-как как раз завожу в петлю и все. Фух. Мощь. Вот так вот и меняется тетива на арбалете Манкунг МК-80. Уже пальцы аж болят, блин, сейчас отдыхать лягу нафиг. Ребят, чисто за такие старания, я думаю, лайк поставить можно. Или оставить комментарий, как поступили ли вы. Или, может быть, кто-то имеет опыт обращения и посоветует, каким образом можно избежать подобного рода трудностей. Когда тетива уже из-за старости приходит в негодность. Может быть, кто-то каким-либо простым способом меняет, и я один такой лох. Поэтому жду от вас комментариев, как же лайки, либо дизлайки. Я буду знать, понравится ли вам видео или нет. Жду также подписки на канал. Скоро тысячи подписчиков. С вами был Бринтим. Ждем вас снова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok